Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который не так давно получил российское гражданство, но уже был избран депутатом подмосковного Красногорска от партии Единой России, нанес удар в спину. И пока все шутили и смеялись над ним, он раскритиковал чекиста, его партию и даже КПРФ. Видимо он забыл, что он не в Америке и критика президента у нас не допускается. Но давайте обо всем по порядку. Приветствую, с вами канал Новости Сверхдержавы. Мы начинаем. Итак, Джефф Монсон. Я выпускал уже видео про него в тот момент, когда он решил баллотироваться в депутаты. Но честно, я не мог представить, что он победит. Я до последнего думал, что это просто шутка. Ладно там Валуев, он хоть язык знает, но Монсон. Как вы себе это представляете? Например, когда он поквартирно обходит население. Открываете, а там здрасте, раски-федераски? Конечно, он сейчас ходит с переводчиком. Но все равно, если, как он утверждает, у него русская душа, почему же он до сих пор не выучил русский язык? Даже читать-то на нем он не умеет. Да и вообще, вы можете представить себе подобное, например, в другой стране. Если бы наш Валуев стал депутатом не у нас в России, а где-нибудь в Америке. Да быть такого не может, еще и не зная языка. Мы, конечно, привыкли, что в депутатское кресло у нас лезут все, кто обладает какой-то медийностью. Но неужели у нас закончились свои артисты и спортсмены, что мы привлекаем западных? Он даже Российская Федерация-то правильно сказать не может. Но тем не менее, он оказался не так прост, как мы думаем. За его карьеру у него было 9 нокаутов. Страшно представить, что он там напринимает сейчас. Но зато он не боится говорить то, что другие знают, но, боясь потерять свое кресло, тщательно скрывают. 17 сентября он дал интервью британской газете Time, и лично я на него посмотрел с другой стороны. Пожалуй, самая обсуждаемая цитата касается его отношения к президенту. Путин неприлично богат по сравнению с тем, какую зарплату он должен получать в качестве президента России. Как он получил это богатство? Может быть, запустил руки? Послушать не надо быть Эйнштейном, чтобы додуматься, что Россия это олигархия. Думаю, Путин получил свое богатство благодаря своим связям с олигархами. Но мне не стыдно за моих друзей. Также он добавил, что не совпадает во взглядах с чекистом по его политической платформе. Но он поддерживает внешнюю политику военной компании в Сирии и на Украине. Вот вам и снеговик. Это он еще по-русски-то разговаривать не умеет. Вот и представьте, когда он его выучит, то подобное сможет сказать уже у нас. Если его, конечно, к этому времени не уберут или не обработают. Так же выяснилось, что он не состоит в партии Единой России. Он просто был избран по их списку, так как в КПРФ не было места. И он является независимым. Более того, он и коммунистов-то наших за коммунистов не считает. Сам от себя таким считает, но не поддерживает КПРФ. Я сходил на одну из их встреч, а там была вечеринка с сыром, вином и всякими аристократами. Я подумал, ребята, вы точно коммунисты? Сплошная ложь. Видимо, Монсон тоже не может понять, как коммунисты могут быть миллиардерами и бизнесменами. Или на Пасху они идут в мавзолей с куличами и яйцами к Ленину, который ненавидел заигрывание с Боженькой. Знаете, что меня настораживает? Даже не тот факт, что Монсона выбрали депутатом, хотя это вообще полный предел просто. Но меня больше поражает вот что. Американский боец, у которого было несколько нокаутов, сотрясений и прочего, приехал в Россию, добился тут успеха, так сказать, и не стал каким-то там подхалимом, как абсолютно все наши чиновники. Даже он сразу понял и сказал, что президент богат не по своим доходам, рыльц у него в пушку, Россия это олигархия, а наши коммунисты по их стилю жизни и не коммунисты-то вовсе. А вот свои граждане многие до сих пор почему-то этого понять не могут. Вот это и обидно. Для них виновата Америка, Великобритания и прочие третьи силы, а причина-то намного ближе. Надеюсь, коль Монсона все-таки избрали, он не переобуется, как многие, и как и обещал, будет развивать спорт в Красногорске, а в 21 году намерен избраться в Госдуму. Ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарии, думаю есть что сказать и не забывайте подписываться на канал. Ну а мы с вами тем временем, конечно же не прощаемся. Увидимся в следующую пятницу. Субтитры сделал DimaTorzok